В городе Ирпень появился новый общественный центр для переселенцев, которые переехали в Киевскую область. На переделку здания заброшенного ликероводочного завода в общественный центр потребовалось полгода. Презентация состоялась в рамках проекта по социальной интеграции и примирении внутренне перемещенных лиц. Центр создали активисты общественных организаций и волонтеры, которые получили поддержку от Европейского Союза. По словам координаторов проекта, город Ирпень и близлежащие поселки уже давно нуждались в подобном общественном центре. Ведь с начала массового переселения граждан из Крыма и Востока Украины здесь нашли новый дом более 7 тысяч людей. А это почти пятая часть всех переселенцев, которые сейчас живут в Киевской области. В рамках проекта в центре готовы предоставить помощь социальной и психологической адаптации, помочь найти жилье и дело по душе на новом месте. По словам зонального координатора проекта ЕС «Социальная интеграция и примирение внутренне перемещенных семей и детей в Киевской области» Натальи Топчий, в центре есть место для встреч, консультации и общения, а также игровая комната для детей. А на кухне можно приготовить чай и посидеть за праздничным столом. Мы искусственно что-то сделали? Нет, мы только сделали помещение для тех активностей, чтобы собрать их здесь, чтобы сюда их пригласить, чтобы было оборудованное пространство. Работа уже была, деятельность уже происходила, люди активность уже проявляли и просто не было такого вот дома. Центр станет местом проведения бесплатных тренингов для молодежи, семей с детьми, а также специалистов, работающих с переселенцами. Отдельное обучение здесь готовы предоставить волонтерам. Координаторы проекта отмечают, здание доступно не только вынужденным переселенцам, но и местным жителям. Несмотря на работу активистов и волонтеров, основными нуждами переселенцев по-прежнему остаются жилье и работа. Поэтому организаторы проекта предоставляют нуждающимся семьям переселенцев финансовую и материальную поддержку. Надается певная поддержка семьям с детьми, которые опинились в складных житевых обстоятельствах, поддержка финансовая, поддержка материальная, детям. Большие родины, семьи, детские будинки семейного типа отримали в рамках нашего проекта житло. Помещение для центра выделил городской совет. Ремонтные работы и закупку всего необходимого оборудования для центра осуществили на средства управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.